Активное наступление талибов в Афганистане привело к тому, что более трёх тысяч человек были вынуждены переселиться во временный лагерь. Просекретарь губернатора провинции Фарьяб Джавед Бидар заявил, что Департамент по борьбе со стихийными бедствиями, а также Управление по поддержке детей работает над доказанием помощи перемещенным семьям. Прошло несколько дней с тех пор, как мы были перемещены сюда. Нам нечего есть. Сейчас никто нам не поможет, чтобы мы могли пережить голод или получить какое-нибудь лекарство, которое бы вылечило нас. Мы живём в этих палатках. Иногда получаем еду, иногда нет. Соединённые Штаты эвакуируют 2500 афганцев, которые в прошлом сотрудничали с американцами на свою территорию. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден. Ранее их планировалось вывезти сначала в третьи страны на период рассмотрения заявления о постоянном местожительстве в США. Теперь же, после прохождения медицинского осмотра, им позволят остаться в Соединённых Штатах в качестве беженцев. Напомним, что 14 апреля Джо Байден объявил о своём решении завершить операцию в Афганистане, ставшуюсь самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение «Талибан» начало масштабное наступление. Группировка ранее заявила, что контролирует более 85% территории Афганистана. Накануне при освещении столкновений между афганскими силами безопасности и боевиками движения «Талибан» близ границы с Пакистаном погиб журналист агентства «Рейтерс» Даниш Сиддики. Сообщается, что его и высокопоставленного афганского офицера убили в перекрёстном огне с «Талибаном» в провинции Кандагар. Невозможность урегулирования ситуации в стране без достижения регионального консенсуса подчеркнул афганский лидер Ашраф Гани. Правительство Афганистана призывает радикальное движение «Талибан» к сотрудничеству ради установления мира в стране. С таким заявлением выступил в Ташкенте президент Исламской республики в ходе международной конференции «Центральная и Южная Азия», «Региональная взаимосвязанность», «Вызовы и возможности». Между тем, для достижения стабильности в регионе Соединённые Штаты, Афганистан, Узбекистан и Пакистан создали новую платформу. Соответствующие договорённости представители четырёх стран достигли на переговорах в Ташкенте. Она будет способствовать усилению связи между четырьмя странами. Альбина Абдрахманова, CBC.